Вы знаете, альманахи ужасов с самого детства были в моем сердечке. Сказки с темной стороны с этой криповой горгульей. Калейдоскоп ужасов с несвойственной для себя ролью Лесли Нильсона. Кошачий глаз с гребанным гномиком, который еще долго преследовал меня в ночных кошмарах. Забавно, что ко всем вышеперечисленным фильмам имел непосредственное отношение Стивен Кинг, но не суть. Кстати, всем привет, с вами Миша Дарко. На тот случай, если вы не узнали меня с бородкой в кепке. Сегодня мы рассмотрим довольно-таки свежий хоррор-альманах, в котором так уж вышло, что один режиссер имените другого. Кинодеатр Кошмаров вышел еще в 2018 году, но премьера в России состоялась лишь в апреле 21-го. А все началось с того, что небезызвестный Мик Гэрис решил собрать своих старых друзей и забабахать антологию ужасов на любой вкус. Тут вам и слэшер, и истории о жуткой клинике, демонах, неведомое артхаусное нечто и призраки. Короче, в теории, каждый здесь должен найти что-то для себя. Так что давайте уже вкушать все грани кошмара. И обязательно досмотрите этот ролик, ведь в конце вас ждет новый конкурс. Но перед этим я бы очень хотел, чтобы вы подписались на мега-творческий канал Duck & Beaver, который развивается в двух направлениях – кинематографе и музыке. Ребята занимаются съемкой визуальных скетчей разной тематики. Пародия на игры, кинематографические попытки, музыкальные клипы на собственную музыку, пародии на известные клипы, YouTube контент, а также каверы разных композиций. Основной упор же идет на развитие способностей в компьютерной графике и ее использование в видосах. Что мега похвально, ведь прогресс очень хорошо заметен от ролика к ролику. У ребят большие планы на будущее, так что давайте поможем им достичь своих целей. И вы спросите, а где ссылочка? А ссылочка в описании, ну а мы переходим к обзору. Итак, сразу стоит сказать пару слов о структуре фильма. Весь его сценарный костяк строится на том, что разные люди, от секси-студентки до дублера Джейдена Смита, привлеченные яркой вывеской кинотеатра Риалто, заходят вовнутрь, где становятся единственными зрителями короткометражного фильма с собой в главной роли. И пока они залипают в экран и не вдупляют, а что здесь, черт побери, происходит, местный кинопиханник ворует деньги из их сумок. Ведь ему чутка не хватает на еще одну пластику носа. Да, его играет Микки Рур. Я уже больше не верю ни во что. Только чертова чернота, как у Дракулы. Короче говоря, первая новелла называется... Нечто в лесу. Черт, а я бы посмотрел такой фильм. Ее режиссером выступил Алехандро Бругуес, известный прежде всего по фильму «Хуан. Истребитель зомби» и упоротой короткометражке во второй «Азбуке смерти». Ну, то есть, этот режиссер умеет в забавный трэш, что весьма обнадеживает. Центральной фигурой «Нечто в лесах» выступает девчушка по имени Саманта, которая заходит в кинотеатр, привлеченная своим же именем на афише. Интересно, кто-то из голливудских актеров, кроме Шайла Баффа, ходит в кинотеатры на свои фильмы? Не суть. Девушка отправляется в зрительный зал, по которому Перикати Полли делает 12-й круг. И в целом он выглядит так, будто вот-вот сейчас подтянется народ на единственный сеанс демонов. Или нет? Вот так мы и оказываемся по ту сторону киноэкрана, где внезапно «Прекрасный день для пробежки, да?» Саманта, которая даже одета так же, как в реальной жизни, убегая от какого-то майнкрафтера в модных сапогах, натыкается на... Ужасную бутафорию? Нет, серьезно, это даже не папье-маше, а гребаный поролон, который вообще ничего не весит. Тем не менее, девушке удается удачно мимикрировать под древесину. Итак, Саманта со своим парнем Джейсоном, не осознавая того, что они в слэшере, полночи шляются то тут, то там, пока, о боги, не натыкаются на полицейский патруль. Что произошло? Это он тебя обидел? Нет, не он, на нас кто-то охотится. Охотник? Хобб, конечно же, собирается помочь ребятам, ибо служите защищать, сучки, но как вдруг появляется он? А это что за черт? А, это плод любви маньяков из «Кровавого Валентина» и фильма «Улики». Полисмен же в лучших американских традициях высаживает всю обойму в убийца, но когда собирается посмотреть, кто же скрывается под маской, происходит следующий конфуз. Нет, 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 что за шапки такие? Но у ребят не получается залутать ни ключи от машины, ни пушку, так как маньяк жив, ибо, как мы узнаем позже, у него под фартуком была стальная пластина. У нас очень умный серийный убийца. Ага. Отсоси хромированный череп. В итоге студентики с горем пополам добираются до лесного домика, из которого они, собственно, и сбежали. Какого хрена? Эй-эй-эй! Что случилось? Где все? Чувак, все твои друзья мертвы, у дома стоит тушатаная тачка, так чем же ты был таким занят, чтобы пропустил самое интересное? Что произошло? Ты ранена? Это не моя кровь. Это кровь Лизи, Мэгги, Тони, Карла. Джейми, Рона, Стефи, он убил их. Убил их? Кто? Сварщик. Какой еще сварщик? Сварщик, сварщик, парень работящий. Благо в доме, помимо жутких таксидермических инсталляций, есть шотган. И мистер Блэкмен, желая отомстить за сломанные ребра, прям вырывает дробовик у Джейсона, который вовсе и не против. Но чувак не лыком шит и вывозит не только это, но еще и четыре выстрела в упор. Теперь он точно умер. И типчик с маньячелиусом, который, несмотря на устроенную им жуткую резню, не запачкался и капелькой крови, устраивают драку. Долгую драку. Очень долгую драку. Настолько долгую, что девчонка успевает спуститься в подвал и найти там... Нет, не бабушку Генриету, а кучу обгоревших тел своих друзей. Что, впрочем, не мешает ей как следует экипироваться. Груви. Наверху же творятся не менее интересные дела. Это жестоко. И чувак превращается в грязный стейк президента всего за пару минут, что, естественно, невозможно, но от этого и безумно весело. Эй, хочешь меня? Да, ты весьма ебабельная. Стой, 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 Сэмми. Ты не просто задрот, ты ебаный убийца, маньяк. Это я, это я, Фред. Мы приехали сюда вместе на каникулы. И рассказ Боттона просто переворачивает с ног на голову всю историю. Оказывается, это домик его родителей, куда он прибыл, дабы оторваться с друзьями. Но успели они лишь вдарить по пиву и приготовить худшие бургеры, которые я видел в жизни. Нет, серьезно, там же только булка и котлетка, никакого соуса, а сыр и я вообще молчу. Так или иначе, происходит следующее. Это или кусок осмолета-разведчика, или деталь какого-нибудь экспериментального спутника связи. Да-да, у нас тут не самая обычная история. И я бы удивился еще сильнее, если бы не видел подобное «Никто сегодня не спит в лесу». А также капли, слезняки и калейдоскопии ужасов. И вы, конечно, спросите, а в чем соль этого небесного тела? Ведь мы уже видели кучу подобного в хоррор-фильмах. Но тут режиссер сумел нас удивить. Прикольно с пауками придумал. И как вы уже поняли, все друзьяшки, кроме Боттона, оказались под властью этих паучков. И так как у человека тапка сегодня выходной, задрот решает сам разобраться в ситуации. Вот так он и стал мочить друзьяшек, дабы зараза не достигла цивилизации. Причем делая это самыми садистскими способами. Ну, зато во благо человечества. Она заражена. Ни хрена, как прикольно. Даже шрама не осталось. Может, паучки вовсе неплохие. Убей меня. И чувак выполняет свою миссию, но... Слишком опрометчиво было думать, что погубив 5-7 человек, он избавится от целого гнезда. Нет, конечно. История заканчивается тем, что чувак едет на машине прямиком в ближайший город. И все вроде хорошо. Как вдруг? Что, вероятно, подрезано из фильма руины. Режиссером следующей новеллы выступил истинный мастодонт киноиндустрии Джо Данте. Его вы прекрасно знаете по таким фильмам, как «Гремлины», «Предместия» и «Солдатики». История же называется «Мирари». Ее героями является влюбленная парочка, хоть центральной фигурой и будет Анна, сыгранная Царой Маллер. Той самой секси-мамашкой из фильма «Первая ведьма». К сожалению, тут она без татух, но мы как-нибудь переживем. Парень уламывает ее зайти в кинотеатр, дабы заняться там влажным дельцем. Делала это на балконе. Вот так мы и оказываемся внутри короткометражки. Суть истории в том, что у Анны на лице имеется большой шрам, но, несмотря на это, парень ее вроде очень любит. Твое предложение узаконить отношения – это лучшее, что было со мной. Брак – это конец жизни. Я считаю, это начало. Я говорил с мамой, и она сказала, что у нее есть знакомый пластический хирург. Ты говорил с ней о моем лице? Маме делали операцию, она в этом понимает. Еще бы, с таким-то количеством процедур. Анальное отбеливание, бразильский лифтинг и веки. Так как жених Анны очень богатый, он предлагает оплатить операцию из собственного кармана. И она тут же отправляется в клинику Мирари на встречу с пластическим хирургом Линером. Который выглядит так, если бы доктор Хейтер из человеческой многоножки дожил до наших дней. Скажите, я правильно поступаю? Я тщеславна или... Определенно. Тщеславие – мой самый любимый из грехов. Вы поступаете правильно. Доктор убеждает девчонку, мол, все ок. Любой каприз за деньги жениха, даже сиськи чуть подправим, и уже в следующей сцене они приступают к операции. Вы сладко уснете, а мы позаботимся обо всем. Я читал ваши предоперационные справки. Приготовил вам симпатичный коктейльчик. Героиня засыпает под наркозом, и пока местный доктор Менгели кромсает ей лицо, Анна видит чудесный сон о собственной свадьбе, который, правда, омрачает. Знаете, судя по женскому соннику, доктор, увиденный молодой девушкой, трактуется как вариант жертвования собственной красотой, чтобы получать удовольствие от пустых развлекательных мероприятий. Звучит многообещающе. Тем не менее, операция вроде как проходит успешно, но очень скоро мы начинаем подозревать, что что-то тут не чисто. Жених странно себя ведет, и сам доктор что-то мутит. Меня беспокоит уровень кислорода в вашей крови. Такое бывает при операции на носу. Я предлагаю вам завтра с утра все поправить. Что это? Я Пиноккио! Еще и телефон в палате не работает. Казалось бы, это мелочи, но Анни не имется, и дождавшись вечера, девушка отправляется погулять. Жених пациентки требует провести дальнейшие процедуры немедленно. Жизнь слишком коротка, внешность не главное. Ты врешь! Зачем ты врешь? Чуть не спалившись, мадемуазель продолжает путешествие по клинике, пока не натыкается на нечто ужасное. Проложите! Ну, как говорится, если есть у бабы рот. Хотя, возможно, эта женщина очень хотела быть похожа на смайли, но что-то пошло не так. И Анну это настолько расстраивает, что та вымечает всю злость на медсестре. Она ее урыла. Раскатала. Залутав ключ-карту, героиня решается на побег, но, увы, вновь попадает на операционный стол, где в этот раз ее мордует так, что теперь она похожа на марсианскую шлюху. Дайте угадаю, членами этой семьи являются Донателло Версачи, Аманда Лепор и наш дорогой киномеханник. Ну, собственно, так и заканчивается история, но я думаю, Анне стоит сказать спасибо, хотя бы за то, что ее не превратили в моржа. И мы можем только гадать, а что это было? Вероятно, с девчонки срезали части лица и пересадили их мамаши, а может быть, Джо Данте покормил гремлинов после полуночи, и они заставили снять его это нечто. Так или иначе, после сеанса хахаль Анны пропадает, и она отправляется искать его в рубку киномеханика, где Микки пытается соблазнить ее татуированным торсом и кожаной курткой. А в коже кто ходит? Ангелы Ады и извращаться. Кто вы такой? Скажем, я киномеханик, хранитель сотен лет кошмаров. И тот человек, который помогал Тайлеру Дёрдену вставлять кадры с пенисами в Короля Льва. Можешь называть меня Собиратель Смерти, и я хочу увидеть твою. Вообще, про персонажа Микки Рурка тут особо нечего сказать. Он вообще не интересен и нужен лишь для того, чтобы его имя красовалось на постере. На мой взгляд, на подобном поприще больше преуспел Монтгомери Дарк из Погребальных Баек, который был очень колоритным персонажем, и связующая новелла с ним была не менее интересна, чем те истории, которые он рассказывал. Окей, следующая история называется... Машит. И хоть в главной роли и значится отец Бенедикт, но эта история единственная, в которой человек с афиши не является основной фигурой. Ее снял Рюхэ Китамура, режиссер таких фильмов, как Никто не выжил и Полуночный экспресс. А это значит, будет мясо. И вправду, новелла встречает нас в следующей сцены. Питер! Простите, офицер. Да. А что с этим юношей? А дело в том, что пацан одержим зловещим демоном, который направляет свой сосуд в затяжное пике. Я орел! И вы знаете, эта история, ну, очень жесткая. Причем жесткая она по отношению к определенной возрастной категории граждан. И я вообще не хотел использовать эту новеллу в обзоре, но так уж и быть, мы по ней кратенько пробежимся. Действие разворачивается в католической школе, где внезапно начали происходить всякие странности. Отец Бенедикт прелюбодействует с монашкой не по-миссионерски, а по-собачьи. Это богохольство, брат. Религиозная атрибутика живет своей жизнью, и за угла за всеми наблюдает черт рогатый, а также резкие перепады температуры, что, вероятно, является отсылочкой к экзорцисту. Все говорит о том, что в Доме Божьем поселилось зло, которое вынурнуло в наш мир прямиком из бабуиньего ануса в полу. Осталось только вычислить того, в кого вселился демон, и взгляд духовенства падает на дочку местной учительницы. Ибо та демонстрирует пси-способности. О, Чарльз, это мне нравится. Любовница отца Бенедикта тут же начинает штудировать книги по демонологии и натыкается на кое-что интересное. Машит, существо из ада, ответственное за наказание тех, кто предается похоти и инцесту. Все сводится к тому, что святой отец своей похотью пробудил древнего демона, что прямым текстом подтверждает роскомнадзорнувшийся пацан. Сестра, я соскучился. И по вам, отче. И по тому, чем мы тут занимались. Вместе. Ты просто маленький извращенец, ясно тебе? Но делать-то что-то надо, так как подозрения пали на малявку, герои решают совершить обряд экзорцизма, который, впрочем, проходит безуспешно, ибо истинным сосудом является мать девочки. Мама? Сейчас я изгоню тебя. Что ты делаешь? Интервенция. Ну и, собственно, да. Демон напускает одержимость на всех спиногрызов, которые устраивают дикий массакр в стиле детей кукурузы. Маленькие чудовища. И руководствуясь здравым смыслом и принципами ютуба, показать эту сцену я вам не могу, но имейте в виду, руки-ноги-бошки отрываются там направо и налево. Короче, у святого отца не получается стать истребителем демонов. Пояс бесконечный уже ушел, и он безбожно сливается под наплывом нечисти. Монашка же, проследовав за демоном на крышу, фактически полностью повторяет сцену из начала новеллы. Вот только Машиту похрен на этот сосуд. Он их меняет, как я майки от ролика к ролику. Поэтому... Спокойной ночи, завтра будет новый день. Спасибо, Кэп, очевидность. Вот так и заканчивается эта история, а следом и бытие отца Бенедикта. Четвертая новелла называется «Путь к выходу». Срежиссировал ее Дэвид Слейд, известный по «30 дням ночи» и многим другим проектам. В главной роли снимается Элизабет Ризер, с которой режиссер уже успел очернить свою биографию, сняв «Сумерки» сага «Затмение». Не суть. Вот она приходит в кинотеатр, вся такая необычная, садится смотреть новеллу, и мы думаем, «Ва, сейчас будет разъеб!» Да-да, эта новелла выполнена в ЧБ, что сильно контрастирует с остальными. Суть в том, что героиня по имени Хелен вместе со своими детьми ожидает, пока ее примет психиатр. Долго ожидает. Очень долго ожидает. Я проголодался. Тогда пойди-ка пожри говна! И на самом деле, я бы не стал заострять внимание на этой новелле, но многие зарубежные блогеры и рецензенты отмечают ее как лучшую во всем фильме. Несмотря на то, что снята она в стиле сюрреализма и артхауса, а действие на экране больше напоминает сладкий сон Джи Джи Алина. Не хочу надоедать, но мои дети... Имейте терпение. Мало того, что приемная за пару минут стала похожа на курилку в сельском клубе, так, теперь и секретутка выглядит как повзрослевшая девочка из клипа System of a Down, что говорит нам о том, что решение отправиться к психиатру было, наверное, лучшим в жизни Хелен. Мам! Я хочу срать! Я проголодался! Тогда пойди-ка пожри говна! Хм... Я и сам удивлен, что так совпало. Никто никуда не идет без меня. Даже в мужской туалет? Да, даже туда. Почему? Мне он не нравится. Еще бы, ведь там можно наткнуться на всякие неожиданности. Не суть. Хелен наконец-то попадает на прием к доктору, и у них происходит такой вот диалог. Когда вы звонили, вы сказали, что боитесь. Да. Чего вы боитесь? Что все... меняется. В какую сторону? В разную. Мы, похоже, заехали в страну скуки. И это я еще сильно обрезал, ведь большая часть сцены выглядит так. Короче говоря, судя по всему, у девушки развилось некое психическое отклонение на фоне того, что от нее ушел муж. Еще мы узнаем, что именно ее дети, Эрик и Крис, привели ее сюда. За эти пару дней были моменты, когда они казались очень зрелыми. Но доктору как-то насрать, и он с саными тряпками выпроваживает девушку в приемную, которая уже поменялась на манер Сайлент Хилла, если бы сценарист Сайлент Хилла страдал от диареи. Да и дети куда-то пропали. Вы знаете, где мои дети? Какие дети? А вообще, судя по вымазанным стенам, младший все-таки не добежал до туалета и теперь где-то стыдливо прячется. Но зритель начинает сомневаться, были ли дети вообще. Хелен же двигает в туалет. Я ищу своих детей. Вы меня игнорируете? Я вас спрашиваю. Даже под давлением пистолета, который выглядит как собачий... Впрочем, напишите в комментариях, как что. Уборщик отказывается идти на сотрудничество. И тогда Хелен решает позвонить бывшему мужу. Хелен? Эрик. Хелен, что ты творишь? Ты же знаешь, все кончено. И тут возникает некий диссонанс. Она говорила, что Эрик нашел номер психиатра, но оказывается, ее бывшего мужа тоже зовут Эрик. И тут я вижу ровно два варианта. А. Либо девушка сейчас лежит в подворотне, обжабанная шпеком. Ну или Б. На фоне того, что ее бросил муж, у девушки развился жесткий сдвиг по фазе, из-за которого она, вероятно, выдумала своих детей и в оконцове решила Роскомнадзорнуться. Что косвенно подтверждается тем, что в кинотеатр она уже пришла с пистолетом. Давай, чего ты ждешь? Но от выпила ее спасает знакомый голос. Оказывается, ее псевдодети в сговоре с доктором. Она не виновата, что опустилась. Вы уверены, что сомнительство единственный выход? Единственный действенный. Кажется, я понял. В ней идет внутренняя борьба. Доктор символизирует часть ее, которая за самовыпил. Сама Хелен против. И, избавившись от психиатра, она отвергла эту идею, тем самым победив свой психоз. Реалта. Блядь, я вообще отказываюсь понимать это дерьмо. Фильмы Дэвида Линча и то Лайтови смотрятся. Итак, заключительная короткометражка называется «Мертвые». Срежиссировал ее Мик Геррис, постановщик вторых зубастиков и целой прорвы проектов по произведениям Стивена Кинга. А еще он отвечал за все сцены, снятые внутри кинотеатра. Так что за весь этот сумбур по шапке должен получить именно он. Героем новеллы же становится пи***кан по имени Райли, который, несмотря на юный возраст, оказывается талантливым музыкантом и тесно дружит с Бахом. Новелла же переносит нас на кошмарный концерт, но раз его дает не группа «Смертельный оргазм», пропустим эти сцены. После всего мероприятия Кучерявый Райли со своими родителями готов отправиться домой. Как вдруг? «Нахер истачки!» «Эй-эй!» «Не смотри на меня!» «Истачки нахер!» Интересный факт. Сраного грабителя играет Орсон Чаплин, внук легендарного Чарли Чаплина. А еще он рэпер. М-да... Его дед, переворачиваясь в гробу, достиг скорости звука и пробив мантию, сгорел от столкновения с земным ядром. Будь ты проклят, хип-хоп! Короче говоря, батя оказывает сопротивление, за что и отправляется в Алхалу. Вскоре к нему присоединяется и жена. А, бедный Райли, вангую, что в детстве, мечтая стать Бэтменом, он и не думал, что придется начать с самых исток. В итоге, пацан выживает и после ужасно кровавой операции приходит в себя. «Где моя мама?» «Ее убили!» «Ее нет, 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 как твоего пса!» Правда, пацан до последнего думает, что она жива, ибо ощущает ее присутствие. Но суть в том, что пережив клиническую смерть, Райли стал видеть призраков. О, это же сиганувший снегоуборочную машину Рори. Как твои дела, Рори? «Вы можете себе навредить!» Короче, пацану еще предстоит принять свой дар и помочь осознать Брюсу Уиллису, что он давно мертв. Если, конечно, сам по итогу не окажется таковым, ведь мамашка-паренька, по какой-то причине, постоянно норовит утащить его на тот свет. «Просто усни, засыпай и будь со мной навеки». «Блядь, проснись, придурок! Ты обосрался в кровати!» Так как пацан идет на поправку, его переводят в обычную палату, куда к нему внезапно наведывается грязный грабитель-убийца. И тут только можно удивляться, как он узнал, что мальчишка жив и в какой больнице тот находится. Но его намерения пришить паренька, возможно, оказались бы напрасными, ибо полиция вроде вообще не проявляет интереса к расследованию этого преступления. «А-а! Никаких цветов в палате!» Маньяка, как щегла, выпроваживают пинком под зад, но Райли стоит опасаться не только потного истребителя угольков, но и активизировавшихся духов. «Ты тоже их видишь?» «Ты их видишь?» «Ага, как тебя зовут?» «Райли Эверсон». «Я Кейси». «Сукин сын, соблазнитель подцепил тёлку!» Оу, да, красавчик Райли быстро находит общий язык с Кейси, которая на медне пережила клиническую смерть по причине неудачной резьбы. «Как думаешь, почему мы их видим, мёртвых?» «Они потерялись, словно между жизнью и смертью, а мы их видим-то как были там». На такой ноте герои отправляются спать, и Райли вновь снится Маман, которая по традиции хочет забрать его в глубины преисподней, но, увы. «Оцепись от него! Райли, очнись! Она хочет, чтобы ты умер!» «Чувак, а может это реальный выход? Ведь очень скоро ты познаешь, что такое безработица, безденежье, депрессия, разбитое сердце и другие вкусности взрослой жизни». Но вот только призрачную Маман сильно оскорбляет подобное вмешательство. «Похоже, завершила начатое». «А пацан такой, похуй, пойду пасу. Как вдруг?» «Я же просил не смотреть на меня, граньок». Но чувачок не из робкого десятка и огрев супостата, бывший в употреблении уткой, сбегает. Помощи ждать неоткуда. Дежурная медсестра щеголевато улыбается вторым ротиком, а остальной персонал куда-то испарился. И после долгих мыканей, включающих в себя прятки в морге, где пацан впервые возлег с девушкой, коридорные догонялки, две оздобленные души наконец-то сливаются в поединке, где Райли под гнётом ангелов и демонов. «Не борись, милый. Не позволяй ей утащить тебя, Райли». «Слышь, как достатку вернешь!» и одерживает победу. Пацан выживает, его чествуют как героя, но не стоит забывать, что мир духов теперь для него открыт. «Сладких снов, пацан». Вот так и заканчивается новелла. Пацан в охуенезе, но Микки Рурк, познакомив его со всей актёрской труппой, просто отпускает вас ваяси. «Деги, мелкий зазранец!» Будто фильм до этого был особо милосерден с детишками. Но в конце мы видим, как киномеханик складирует плёнки с именами героев всех новелл в свою гигантскую коллекцию. Но мне как-то совсем неинтересно, что там у него есть ещё. Итак, это был кинотеатр Кошмаров. И как он мне? «Показано». Короче, краткий вывод по каждой новелле. «Нечто в лесах» довольно прикольный пародийный слэшер с интересным твистом, который может нехило удивить. В целом, интересная работа. На мой взгляд, лучшая в фильме. Далее. «Мирари». Тоже достаточно неплохо, но мне кажется, немного недокручено. А Джо Данте ожидалось больше. Третья новелла. «Машит». Рю Хэй Китамура сделал в своём стиле. Брутально и кроваво. В новелле очень классная музыка, отсылающая нас к хоррору 80-х. И на этом плюсы заканчиваются. В целом, ни о чём. Путь к выходу я даже и не знаю, как оценивать. На мой взгляд, эта краткометражка сильно отличается по духу от всех остальных. Это скучная, метафорическая история, смысл которой до конца непонятен. И меня крайне удивляет, что зарубежные зрители и обзорщики считают её лучшей в фильме. Как по мне, так бред бредовый. Ну или я больше ничего не понимаю в кино. Заключительная новелла «Мёртвые» уступает первой и второй, но всё же смотрится с интересом. Особенно после того чёрно-белого недоразумения. В целом, мы имеем довольно средний фильм, где вроде как гранды жанра сильно подкачали в своих новеллах. А Микки Рурк в роли связующего звена всех историй смотрится нелепо и неуместно. Как итог, фильм получает от меня пять инопланетных паучков из десяти. Лучше уж пересмотреть погребальные байки. Ну а с вами, как обычно, был Миша Дарку. И сегодня я рад объявить для вас новые розыгрыш. Чтобы принять в нём участие, вам всего-то нужно оставить под этим роликом любой комментарий. И когда комментов наберётся 600 штук, мы на стриме определим победителя. Но призом у нас сегодня будет вот такой вот замечательный графический роман по Лавкрафту «Ужас в Данвиче». Я думаю, это стоит вашего комментария. Так что оставляйте комментарии под этим видео, чтобы участвовать в розыгрыше. Ну и, конечно, про лайки и дизлайки тоже не забывайте. А также подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всех люблю. Всем пока. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Предыдущий тоже посмотри. Там реаниматор устраивает жестокие игры с Сашей Грэей и девчонкой из «Идеального голоса». Это очень круто. Ну а следующий обзор будет по-любому на «Зомби Муви». Да, детка.